Здравствуйте, приветствую вас на Кухне Совет. Сегодня у меня рецепт для тех, кто не хочет использовать в своей выпечке сахар, но и боится сахара заменительно, но при этом сладенького и вкусненького хочет. Это вот как раз для тех, кто на абсолютно правильном питании. Я надеюсь, вы попробуете этот рецепт. Он достаточно вкусный, интересный, и мне он очень понравился. Для него, значит, для теста берем банан. У меня бананы всегда замороженные в холодильнике, поэтому он достаточно странно выглядит, и я его мелко нарезаю, чтобы блендер у меня не поломался. Если у вас банан свежий, можете в более крупные кусочки и в блендер. Далее нам понадобится творог. Тоже к банану его отправляем. И яйцо. Яйцо тоже все сюда разбиваем, и будем эту смесь перемешивать уже до однородности. Итак, перекладываем наше еще недоделанное тесто в новую емкость и добавляем муку. У меня цельнозерновая мука, вы можете использовать любую ПП муку, либо, если вы не напрягаетесь по поводу глютена и прочего, то можете использовать даже муку и высшего сорта, тоже все прекрасно получится. Добавили разрыхлитель и все перемешиваем. Тесто будет немного липкое, но не критично. Прокладываем пергаментом форму. У меня эта форма 15 см в диаметре. И хорошо уже перемешали тесто. Я вот его еще немножечко подмесила. И выкладываем в форму, формируя дно и бока. Если у вас сильно тесто липнет к руке, то либо водичкой смочите руку, либо можно одеть на руку пакет, и тогда вообще очень все хорошо, очень удобно разравнивается. Далее в начинке у нас будут яблочки. У меня два средних яблока, но это если по весу, я не знаю, порядка 150-160 граммов. Очищаем их от сердцевинки и кожуры. И хаотично нарезаем, как вам удобно, на кубики, дольки, как вам нравится. Я режу на такие средненькие кубики. И отправляем их поверх теста, но утрамбовываем так, чтобы они прямо впивались в тесто, чтобы они, грубо говоря, помогали ему держать и бортики, и форму, и не дали бы ему сжаться. Уплотняем туда все хорошо. И будем заниматься уже заливкой. Духовку пока можно поставить прогреваться до 180 градусов. Для заливки нам понадобится творог, яйцо. И я взяла 6 очень мягких фиников. Знаете, бывают такие плотненькие, их я вообще люблю кушать сразу. А бывают вот прям мягкие, их берешь, и они сразу в крем. Вот лучше взять такие. Очищаем от косточки и отправляем в блендер. И сюда же у нас идет молоко с кукурузным крахмалом. Я взяла кокосовое, потому что оно дает идеальный экзотический привкус. И у него еще сладкий, кстати, привкус. Но можете взять любое, какое вам нравится. Все хорошо перебиваем блендером. И заливаем поверх наших яблочек. И все это отправляется в духовку на 30-40 минут. Вот такой пирожок после духовки. Обязательно дайте ему остыть, потому что иначе просто он еще мог не успеть стабилизироваться. Ему нужно обязательно остыть для того, чтобы окончательно стабилизироваться. И чтобы он никуда у вас не поплыл. Освобождаем от пергамента. Это пирог для тех, конечно, кто следит очень сильно за правильным питанием. Кто не хочет использовать сахар. В принципе, он отлично подойдет и для детей. Но я думаю, что он понравится и тем, кто не придерживается принципов правильного питания. Потому что он действительно вкусный, сладенький. Здесь все натуральное. Я надеюсь, что вы попробуете этот рецепт. И оцените его. Спасибо большое за внимание. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok